МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земляной вал, вал окольного города, знакомый, наверное, всем новгородцам и многим гостям города, вплоть до Великой Отечественной войны, являлся фактически внешней границей города. И вот на этой границе были своего рода контрольно-пропускные пункты, заставы, и попасть в город можно было только минуя вот эти вот заставы. Сейчас они известны новгородцам как Кардегардия на Большой Санкт-Петербургской улице и Московская застава, соответственно, на Большой Московской. Появились они, судя по всему, еще в XVIII веке, но нынешние, сейчас существующие здания, появились позднее. Помимо Московской и Петербургской застав, была еще в Новгороде Псковская. Но, к сожалению, никаких следов или даже изображений этой заставы найти пока не удалось. Несмотря на утилитарность назначения, Московская и Петербургская заставы были, скорее всего, выполнены по индивидуальным архитектурным проектам. А Петербургская, богато украшенная гербами Российской империи и губернского Новгорода, и вовсе претендует на уникальность. Петербургская, богато украшенная гербами Российской империи и гербами Российской империи и гербами. Что значит поднять шлагбаум? Если приезжал офицер или генерал, то офицер инвалидной команды приказывал часовому взять ружье под приклад, ну а если это был генерал, то в ружье вызывалась вся караульная команда. Кроме того, вот эти инвалиды, дежурившие в Кардегарде, должны были проверять документы на вывоз тел умерших. Завидев спешащий пожарный расчет, часовой должен был без промедления поднять шлагбаум, то есть заранее обеспечить беспрепятственный проезд пожарным. Ну а если приезжающий в город отказывался предоставить документы, отказывался назвать свое имя, или если это был иностранец, который не мог объяснить цель и причину своего визита, либо если это был человек, которому въезд в город был запрещен, то он задерживался, препровождался в караульное помещение для дальнейших разбирательств. По своему прямому назначению Кардегарде заставы использовались, судя по всему, где-то до середины 19 века. Во всяком случае, московская застава в середине 19 века уже не функционировала. Скорее всего, примерно в то же время, может быть, чуть позже, утратила свое первоначальное назначение и Кардегарде на Большой Санкт-Петербургской. Впоследствии эти здания использовались, тем не менее, не пустовали. Историк и искусствовед Георгий Лукомский в начале 20 века писал, Еще интереснее гауптвахта или заставная будка, ныне отданная под помещение разливочной водопроводной станции в Новгороде. И вместо мерно шагающих часовых теперь вокруг нее толпятся извозчики, живут здесь сторожа и будочники, вокруг мусор и свалка всякого хлама, как это, впрочем, бывает всюду в России. Между тем, эта гауптвахта представляет собой образец красивой архитектуры. Но в советское время, в послевоенные годы, в здании размещался буфет. И в наше время здание это не пустует, в нем размещались и размещаются различные организации, которые время от времени сменяют друг друга. Музыка 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 Музыка